Экстремисты использовали платежную систему Kiwi кошелек для финансирования своей деятельности. Всего по результатам анализа Министерства финансов и Комитета нацбезопасности выявлено 10 электронных кошельков, переводы с которых поступали на основной аккаунт преступной организации. Такая информация стала известна сегодня в Сенате, где обсуждались вопросы развития платежных систем и борьбы с отмыванием денег. За последние пять лет из Казахстана незаконно выведено больше полумиллиарда долларов. Моя коллега Фариза Булатпек готова рассказать, сколько из этой суммы возвращено. Фариза, ты в эфире. Добрый вечер, Мариам. Судя по всему, надзорным органам не удалось изыскать даже половину из указанной суммы. Потому что из 436 материалов, направленных по данному факту в службу экономических расследований, до суда дошли только 4 дела. И полмиллиарда долларов – это только официальная статистика. Поэтому возможно, что показатели в разы больше. Объясню почему. В первую очередь из-за ограниченности доступа к данным со стороны надзорных органов. На сегодняшний день существуют такие международные системы перевода денежных средств, как «Золотая корона», «Маниграм», «Вестерн Юнион» и так далее, которые были названы в докладе Национального банка, у которых у нас сейчас сегодня усугубляется работа по получению от них соответствующих сообщений. Понятно, что комитет у любого субъекта финансового мониторинга имеем право дополнительно запрашивать информацию, но эти международные организации игнорируют полностью, в связи с тем, что законодательством вопросов их отнесения к субъектам финансового мониторинга и соответствующих предоставления, обязанностей предоставления сообщений по подразделительным операциям по ним не урегулированы. В прошлом году именно через эти вышеуказанные системы за рубеж отправлено свыше 700 миллиардов тенге. И, как оказалось, чаще всего из Казахстана переводят деньги в Россию, Узбекистан, Турцию, Кыргызстан и Китай. Кстати, в последнее время все большую популярность набирают услуги платежных организаций. И вот за 2019 год через эти сервисы проведено 463 миллиона платежей на 2 триллиона тенге. Как оказалось, к услуге таких систем нередко прибегают и преступники, поэтому на законодательном уровне хотят запретить переводы между анонимными пользователями и оставить эту услугу открытой для клиентов, оплачивающих коммунальные услуги. Мария? Коммунальные услуги? Ну хотя бы так. Спасибо, Фариза. Я продолжу главные новости.